Мирная конференция и меморандум о Западной Армении В 16 округе Париж состоялась презентация книги президента Западной Армении «Столетие Парижской мирной ассамблеи» и «Меморандум о Западной Армении». Этот исторический момент дает право, чтобы упомянуть «Столетие Парижской мирной ассамблеи» в январе 1919 года, меморандум Западной Армении и «Столетие армянского легиона» 1 февраля 1919 года, которое стало костяком будущего национальной Армении, а также «Столетие суда над младотурками». Президент Арменак Абрамян заявил о своем докладе, что цель ассамблеи будет реализована, если будет возможно показать, как армянское государство образовалось на территории Западной Армении после перемирия в Эрзенке 18-12 1917 года, которое признало Верховный совет союзников де-факто и де-юре 11 мая 1920 года. Президент Абрамян также напомнил, как президент Аветис Агаронян подписал Батумский договор с силами кемалистов 4 июня 1918 года, и президент Погоснубар пригласил его присоединиться к национальной делегации Армении и поддержать меморандум об Армении и объявить неделимость Армении перед Верховным советом союзных держав. Кроме этого, после созыва Ассамблеи мира в Париже 15 мая 1919 года состоялась национальная конференция Армении, где были представлены не только делегаты, представляющих армян Турции, но и делегация беженцев армян из Персии, Месопотамии, Сирии, Египта, Европы и Соединенных Штатов. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Собеседники обсудили различные вопросы повестки армяно-российских союзнических отношений. Лидеры Армении и России коснулись также других проблем регионального значения. Министр иностранных дел Армении Зограб Манацаканя встретился с министром иностранных дел Арцаха Масисом Маэляном. Как сообщили Арменпресс в департаменте средств массовой информации и общественной дипломатии Министерства иностранных дел Армении, партнеры высоко оценили регулярные двусторонние встречи и подчеркнули свою готовность содействовать консультациям между двумя министерствами иностранных дел в различных сферах. В свете 31-й годовщины Карабахского движения собеседники коснулись его истоков, подчеркнув, что оно и направлено на защиту основных прав и свобод народа Арцаха. Его право жить и жить свободно. Министр Манацаканян представил детали визита сопредседателя Минской группы ОБСЕ Верева, встречи премьера министра Армении и президента Азербайджана в Давосе и его встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и министром иностранных дел Азербайджана в Париже. Собеседники обменялись мнениями о ходе мирного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. 26 февраля 1992 года была освобождена Ходжалу, ныне и Ванян. Власти НКР до начала операции проинформировали азербайджанскую сторону о подготовке к освобождению этого огненного пункта, что неоднократно подтверждалось официальными лицами Азербайджана, в частности президентом Аязам Муталибовым. Для мирных жителей армянские силы организовали коридор для отступления. Однако гражданские лица были застрелены по дороге в Агдаме, на границе между силами НКР и Азербайджана. Следует отметить, что как власти Ходжалу, так и население были проинформированы об ожидаемых действиях, а также о гуманитарном коридоре, который был создан для безопасной эвакуации в Агдаме. Тогда дорога находилась под контролем вооруженных сил Азербайджана. Через несколько часов после освобождения Ходжалу азербайджанская сторона распространила слухи о том, что армяне не предоставили гуманитарный коридор для эвакуации азербайджанцев и организовала бойню мирных жителей. Азербайджанская сторона, искажая реальность, пытается до сих пор доказать, что армяне организовали азербайджанские бойни в Ходжале. Однако, как бы Азербайджан не пытался показать всему миру, что в Ходжалу произошли так называемые массовые убийства, реальные факты доказывают совершенно обратное. Азербайджан до сих пор занят тем, что от года в год увеличивает число жертв. И в дополнение к этому также распространяет фотографии, не связанные с Ходжалу, и связывает их с Ходжалинской трагедией, таким образом манипулируя мировым сообществом. Президент Сирии Башар Асад в понедельник, 25 февраля, встретился с верховным лидером Ирана Айатуллой Али Хаминеи во время своего первого визита в Исламскую республику после начала сирийского конфликта в 2011 году. В ходе встречи Асад выразил благодарность Ирану за все, что он сделал для Сирии во время конфликта, сообщает АФП. Хаминеи сказал Асаду, что Иран рассматривает вопрос о том, чтобы помочь правительству и народу Сирии помогать движению сопротивления, и что он гордится этим от всего сердца. Асад также встретился с президентом Ирана Хасаном Рауханием во время его поездки в Иран, сообщает также АФП. «Исламская республика Иран, как и прежде, будет рядом с народом и правительством Сирии», цитирует Рухани официальный сайт правительства Ирана. Греко-католическая церковь в историческом районе Чанар-Лар в Гересуне имеет статус библиотеки вот уже 50 лет. Об этом сообщает akung.net, ссылаясь на сайт Yeni Akat. Согласно источнику, по просьбе французского посольства в Константинополе, в 1917 году эта церковь была построена для греков. В 1967 году превратилась в детскую библиотеку. В источнике также упоминается, что эта церковь одна из первых превратилась в библиотеку, в которой хранится 17 тысяч книг. Уже стала традицией использовать христианские памятники и святилища для других целей. Армянские греческие монастыри и церкви разрушаются или в лучшем случае превращаются в библиотеку, культурный центр и так далее. Так, например, была преобразована в библиотеку церковь Святой Марии в Кесарии. Армянская церковь нигде и другие святилища. А вот церковь Святой Девы в Бурсе до того, как рухнула, упоминалась как кинотеатр, а затем и дворец бракосочетания. На официальной странице Конефа, Конфедерация независимых футбольных ассоциаций, говорится, что чемпионат Европы по футболу 2019 года состоится с 1 по 9 июня. Подробное расписание, аккредитации СМИ и информация о билетах будут опубликованы в ближайшее время. Следите за нашей страницей, чтобы ознакомиться с подробностями предстоящего турнира. Напомним, что 29 декабря 1917 года Советская Россия приняла декрет о Турецкой Армении, Западной Армении. И по этому декрету право армянского народа на самоопределение и в дальнейшем на независимость. 19 января 1920 года Верховным Советом Союзных Держав де-факто 11 мая 1920 года во время конференции Сан-Рема де-Юре была признана независимым и суверенным государством. 22 ноября 1920 года президент США Вудро Уилсон очертил границы Армении. Следует отметить, что Западной Армении не была признана Организацией Объединенных Наций и за ее оккупацией Турцией. Напомним, что в 1894 по 1923 годы на оккупированных территориях Западной Армении коренной народ Армении подвергся геноциду тремя турецкими правительствами. Город Карин, Эрзру, является официальной столицей Западной Армении, которая была признана союзными государствами в 1920 году. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Саят Нова. Далее мы представим вашему вниманию Саят Нова. Саят Нова. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром.